Город перешел в режим карантина. Из всех динамиков раздавался голос генерала Картер, которая призывала членов экспедиции по мере возможности оставаться в своих комнатах. Коридоры очистились от персонала, выходить разрешалось лишь определенным членам команды, и только в экстренных случаях. Хотя основной задачей было обеспечить безопасность, особенно учитывая недавние приключения Хендрикса, но также это облегчало работу техников в зале управления. Поиск параспрайтов стал сейчас перевоочередной задачей, но городская сеть детектора в жизни еще не была запущена, так что техники пытались пока найти альтернативные способы обнаружить и в идеале сосчитать их. Дэниел занял под офис и исследовательский центр просторную комнату и собрал туда всех, кого смог, включая поднятую по тревоге команду Торна. Главным аргументом при выборе помещения, после внимательного изучения планов этажей и обсуждения плюсов и минусов всех вариантов, стало, видимо, обилие полок на одной из стен. Но наибольшего успеха добилась группа связи. Наемные работники и члены команды Звездных Рад изначально должны были документировать происходящее и оказывать поддержку остальным членам экспедиции. Никто не ожидал, что в первый же день произойдет встреча, которая выдвинет их практически на главную роль. Техники, как обычно, сновали по комнате, соединяя земные компьютеры с системами древних, и попутно искали подходящую композицию, чтобы приманить параспрайтов. Лира, как лучший эксперт по параспрайтам, который у них был, присоединилась к группе. «Лучше всего, как ни странно, подходит имперский марш», прокомментировал список композиций сержант Рональд Прайс, у которого нашивок на руке было больше, чем полосу тигра. «Но я не думаю, что он настолько веселый, как должен быть по описанию нашей рогатой подруги. Может, что-нибудь из странного Элла или финскую польку?» «Ну, Кейден сказала ритмичную, а не веселую», – пробормотал Флойд, просматривая другой список. «Лавандовый город?» «Лавандовый город?» – Лира заглянула ему через плечо. «Это еще что за песня?» «Ну...» Флойд нажал на воспроизведение и заиграла старая восьмибитная мелодия. Лира скривилась, а затем зажала уши и закричала. «Выключи!» – захныкала она, умоляющая, глядя на Флойда. Он тотчас же выключил звук и в панике посмотрел на Лиру. «Ладно, сделаем пометку, что Пуни страдает от седрома лавандового города». Флойд сглотнул. «Ты в порядке?» «Да, в порядке». Лира потерла уши и тряхнула головой. «Никогда не думала, что музыка может причинять боль. Что за чудовище могло создать такое?» «Ладно, проехали». Флойд повернулся обратно к компьютеру. «Еще идей?» «Если я правильно поняла, пара спрайтов привлекает мелодичная ритмичная музыка». Спросила Кризелина Малаки. Стил в своих руках паркал над планшетом. Внешность этой филипинки была классическим образцом экзотической красоты. «Ага», – кивнула Лира, быстро оправившись от своей музыкальной травмы. «Пинки Пай, чтобы вывести пара спрайтов из города, сыграла свой марш в одиночку, как пони-оркестр». «То есть нам нужно что-нибудь ритмичное?» – продолжила она. «Что-то простое и цепляющее, чтобы ноги сами пускались в пляс». «Да, Фанк», – предложил Флойд, – «в моем плейлисте в основном металл. Если включить его пара спрайтов, для нас это может закончиться хуже, чем для летучих мышей встреча с Оззи». «Они могут перевозбудиться или что-то в этом роде», – согласился Джеймс Колман, бывалый военный репортер, который, кажется, так и не повзрослел. «Не могу поверить, что эти идиоты их кормили. Они что, не смотрели Стартрек, Гремлинов, Озеро Страха?» «По крайней мере, они не пытались съесть тебя», – взглянул на него Флойд. «Нужно поскорее что-нибудь выбрать, пока мы не пришли к обычному для людей способу решения проблем». «Сунуть им денег?» – спросил Рональд. «О, я забыл, что это работает только в США». «Ладно, не слишком быстро, явно выраженный ритм, это должно быть легко. Может, что-нибудь из Диснея?» Флойд задумался. «Лунная соната?» «Классическая музыка. Медленный, уверенный ритм. Достаточно энергичная», – задумалась Малаки. «Классическая?» – переспросила Лира. Джеймс рассмеялся так, что его стол откатился от стола. «Это как полет валькирии для военных. Стоит попробовать». Он повернулся на стуль и побарабанил ладонью по подлокотникам. «Как там прогресс с переходником? Можем сделать проверку звука». «Устройство сопряжения почти готово». Послышался напряженный голос техника, которую шуточки Джейса порядком задолбали. «Да-да, переходничок», – повторил Джейс с бесстыдной ухмылкой. «Пяти минут хватит?» «Это вам не колонки к усилителю подключать», – ответила она, продолжая возиться с проводами, а затем воткнула оптический кабель с кристальным разъемом в консоль. Моргнул зеленый индикатор. «Готово». «Все заняты делом, а я как будто на завтраке у родителей», – выдал Флойд. Техник достала из чехла на спине планшет и воткнула у него второй конец кабеля, чтобы проверить еще кое-что. «Устройство сопряжения работает нормально. Впрочем, это временное решение. Вы можете подключить к нему что угодно, а оно проведет необходимое преобразование сигнала. Будет небольшая задержка, потому что сделано на коленке, а зоны воспроизведения можно будет задавать только из зала управления». Она указала на консоль древних, стоящую в углу. Кнопки на ней светились, но были неактивны. «У нас не было времени настроить полный доступ». «Хорошо». Флойд прихватил свой ноутбук и направился к консоли, ругаясь на родном языке. «Ладно, думаю, я понял правильно». Он достал гарнитуру и вставил в ухо. «Центр управления у нас все готово». «Рады слышать, но у нас все еще проблемы с отслеживанием параспрайтов. Когда они в спячке, то они отображаются на сканерах, и они слишком маленькие, чтобы засечь их стандартными датчиками». «Первая проверка», — заговорила Картер. «Мы нашли небольшой рой на 67-м этаже. Сейчас посмотрим, как работает наша идея с крысоловом». «У нас уже есть одна композиция. Немного классики, чтобы оживить это место». «Включаю». Улыбнулся Флойд. «Будем надеяться, что не откроется какой-нибудь секретный проход». После паузы доктор Джексон продолжил, отвечая на повисший в воздухе вопрос. «Уверен, Янус никогда не посещал этот город, и мы бы здесь точно не были рады». «Ага!» Голос Луны в библиотеке привлек внимание Шайнинга. Ни в коем случае не разбудил его, вовсе нет. Он поднялся и потянулся. «Что ты нашла?» Селестия телепортировалась рядом с Луной. В ее взгляде считалось отчаяние. Луна, которая все это время листала самые старые книги в библиотеке, закатила глаза. «Нет, Селестия, я ничего не нашла. Я просто воскликнула «ага», потому что мне стало скучно». Она покачала головой. «Конечно же нашла. Карту». Она развернула копытами карту Кристальной Империи в год ее рассвета. «Это...» Шайнин взглянул на нее, стараясь копытом скрыть зевок, и его глаза полезли на лоб. «Это наша Империя? В смысле, какой она была когда-то?» «Да, в самом расцвете. Но важно не это. Смотрите». Она перевела копыта вверх и влево. «Узри, Шайнин Кармар. Впервые с Эра Великого Исхода пони созерцают свои родные земли». Действительно, на карте были обозначены три нации и три объединенных племени. А рядом с ними над гигантским внутренним морем парил город. «Ерунда какая-то. Это же не...» Шайнин запнулся и перефразировал. «На самом деле, этот город на воде действительно очень похож на Кристальную Империю». «Все верно», – прошептала Селестия. На ее лице читался одновременно «Ужас и печаль». «Этот замок был построен в честь того города, родного дома наших учителей. Как... как я могла забыть о них? Пусть я тогда и была жеребенком». «Думаю, за это надо поблагодарить Дискорда». Луна огневно фыркнула. «Этот трусливый пес похитил нашу историю. Но теперь возникает вопрос. Почему они молчали до сего часа?» Сестры закрыли глаза и погрузились в давно забытые воспоминания прошлых лет. Шайник смотрел на сестер с растерянностью. «При... Луна, я в замешательстве. Кто такие учителя?» «Они, дорогой мой племянник, самая важная раса, которая когда-либо ступала на нашу землю. Они спустились со звезд и обнаружили наш род, когда мы едва ли были чем-то большим, чем просто животными. Это они сделали нас теми, кто мы есть. И... Подумать только, они были забыты на протяжении тысячелетий». Закрушалась Луна, глядя на карту. Учителей было немного. Пони знали о них. По правде говоря, большинство раз о них знало. Но к тому времени, как я достаточно выросла и закончила обучение, их число заметно снизилось. Начала вспоминать Селестия. События возвращались из тумана давно забытого прошлого. А Луна была последней пони, которую они обучили прямо перед тем, как исчезнуть. И... Селестия посмотрела на карту и провела на ней копытом, будто боясь прикоснуться. Но вскоре после этого между племенами возникло напряжение, и Виндиго начали поглощать нашу родину. Кажется, они называли свой город Шангрила. Луна подняла взгляд от карты. Весьма вероятно, что принцесса Кейденс там. Шайнинг Армор переключился в режим «Устав вместо мозгов». Лива его рассудок помрачился от тяжести знания о прошлом их народа. Ладно, значит существует город, который старше, чем рассказы о несогревающем очага. Он хотел добавить и наших бессмертных принцесс, но не стал. И вы думаете, Кейденс может быть там, но с чего бы? Аморес сказала нам допрежь, что сердце было подарком от учителей, дабы защитить город. Шангрила единственное место, куда сердце могло ее забрать. Луна поднялась на копыта и размяла крылья. Сестра, напомни, почему мы ни разу не отправляли экспедиции на север, чтобы вновь обрести нечто столь ценное. До того, как мы взошли на трон, пони боялись замерзших земель и виндига, что там все еще могли быть. Селестия вздохнула, ее крылья паникли. А когда мы взошли на трон, в наших копытах оказалось слишком много забот. Те пони, что сами рискнули отправиться на север за пределы Кристальной Империи, почти все погибли. Так сделаем же и жертву не напрасной. Встрепнулась луна. Мы вернули важную часть нашей истории и не должны жить в неведении боли. Как только мы вернем Кейденс, я лично возглавлю экспедицию. Может, даже вновь обретем утраченное. Нам все еще предстоит выяснить, как это сделать. Вздохнула Селестия. Эхо первых аккордов сонаты наполнило коридоры 67-го этажа. В зале управления все взгляды были прикованы к монитору, на котором отображалась простая двумерная схема этажа и кластер точек, обозначающих параспрайтов. В зале связи этажом ниже отображалась та же картина. Все ждали хоть малейшего движения. Итак, спросил Джейс, когда точки едва заметно шевельнулись. Сколько времени это займет? Когда Пинки начала играть, это сработало довольно быстро, пояснила Лира. Мистер Хендрикс, вы включили лунную сонату. Заговорила генерал Картер по рации. Можете промотать на вторую часть? Будет сделано. Флойд нажал пару клавиш, пропуская часть трека. Действует? Кажется, да. Ответила Картер. Следующая фраза была обращена уже к кому-то в зале управления. Разверните комнату на весь экран. Карта сдвинулась и увеличилась. Кластеры распались на отдельные точки. Стало понятно, что в комнате их было очень много. Но важнее то, что они стали двигаться в такт музыки из стороны в сторону. Похоже, работает. Раздался голос Картер. Думаю, у нас действительно получится. Хендрикс, закольцуйте этот фрагмент. Готово, генерал. Скажите, когда понадобится что-нибудь еще. Хендрикс повернулся к остальным. Итак, есть идея, как скоротать время? Как насчет пары-тройки историй? Что за истории? Лира села поближе. На ее льце вспыхнул явный интерес. У меня есть несколько историй... Сомнительного содержания. Флойд кашлянул, смутив Лиру. Например, однажды мы с двоюродным братом гнали самогон. А мы не должны, ну не знаю, быть на чеку. Рональд смирил Флойда недовольным взглядом. Мы вполне можем и общаться, и быть на чеку. Возразил Флойд, глядя на ноутбук. Кроме того, молчание меня убивает. Свою работу мы сделали. Нашли подходящую песню. Джеймс откинулся на спинку кресла. А остальное, забота команды, взяли управление. Верно? Верно. Надеюсь. Флойд кивнул и устроился в кресле поудобнее. Значит, истории. Думаю, у меня есть парочка неплохих. Да и Вере наверняка есть что рассказать. О, у меня полно историй! Ладнула с Лира. Например, как Пинки Пай клонировала себя. Или как Твайлот сошла с ума и зачаровала куклу. Так что вся деревня дралась за нее. Флойд моргнул, глядя на остальных. Это все твои друзья, да? Спросил Джейс. Ага. Просеяла Лира. Пинки Пай вечериночная пони нашего города. А Твайлот библиотекарь. Мы вместе ходили в школу магии. Школу магии? Джейс рассразился смехом. Чем больше я слышу об этом месте, тем более диким оно кажется. А я еще считал, что Ноксы были странными. Ты встречал Ноксов? Спросила Кризалина. Я о них читала лишь несколько отчетов. Эй! Негодующе фыркнула Лира. Пришлось приложить немало усилий, чтобы попасть в школу Севестии для одаренных единорогов. Вы хоть догадываетесь, как тяжело изучать магию жеребенку? Очень, наверное. Спросил Флойд, пытаясь успокоить кобылку. Да, это было тяжело. И я не особо хороша в этом. Кивнула Лира и глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Но ты все же решила выбрать эту специальность. Спросила Кризалина. Мастерство единорога напрямую зависит от его метки. Некоторые, вроде меня, могут более тонко управлять телекинезом. Тогда как у других, вроде Твайлайт, сама магия является их особым талантом. Ее даже принцесса взяла в личные ученицы. Я, конечно, мало что понял, признался Джейс. Но все равно звучит впечатляюще. Я слышал, принцесса вас государством управляют. Спросил Рональд в ответ на комментарии Джейса. Я наберет учеников. Я сейчас пытаюсь представить, чтобы наш президент взял ученика. Сюрреализм. Но Твайлайт магии помогла Дракону вылупиться из яйца. И превратила этого малыша в гиганта. Потерла подбородок Рира. А все, что я сделала, сыграла на арфе. Знаете, я вот подумала, что если бы у Луны была ученица. Дракон, Джейс снова разразился смехом. Господи, это место становится все лучше и лучше. Эй, Спайк, мой друг. Фрыкнула Лира совсем по-лошадинному. Нехорошо смеяться над кем-то. Идиот. Флойд толкнул Джейса локтем. Хватит издеваться от нашей гостей. На этих словах Лира отвернулась с довольно обиженным видом. Я уже давно в программе Звездных Рат. Парни и девчонки из связистов не часто попадают в самое пекло, но вся информация стекается к ним. Джейс нагло ухмыльнулся. Обычно это самые сумасшедшие истории, которые только можно вообразить. Но это место просто крышу сносит. Говорящие пони, магия, драконы. Это, наверное, уникальный случай, когда странные вещи действительно странные вещи, а не кто-нибудь с продвинутыми технологиями и непомерным мега играет с нашим разумом. Джейс снова засмеялся. Подумать только, я еще хотел остаться в земной команде. Надеюсь, что там я буду частью чего-то большего. «Казалось бы, работа с людьми должна была научить тебя с ними ладить», – пробормотал Рональд. Манеры это для официальных приемов. Уднулся Джейс, поглядывая на монитор краем глаза. «Я сейчас не на работе». «Ты понимаешь, что она вроде как лучшая подруга принцессы?» Флойд покосился на Джейса. «Я бывал на дипломатических миссиях, общался с генералами и даже встречался с президентом. И когда они не на работе, большинство из них предпочитают неформальную обстановку и простое человеческое общение». Джейс снова откинулся на спинку стула. «Вы становитесь чопорными, если играете в чопорность все время». К тому же я слышал, что принцессам тоже по душе неформальная обстановка. «Тем не менее, извинись перед... кобылкой», – потребовал Флойд и указал на надувшуюся Лиру. «Пожалуйста, пони подходит к вопросам дружбы довольно серьезно». «Серьезно?» – заговорила Лира. По голосу было ясно, что она недовольна. «Дружба – самая важная вещь на свете». «Видишь, Флойд снова повернулся к Джейсу. Ты что, хочешь устроить межгалактический казус?» «Мне извиниться, что я назвал эту планету шикарной?» – спросил Джейс с довольной ухмылкой. «Что?» – переспросил Рональд. «Или мне извиниться, что я назвал это место лучшим из тех, что мы когда-либо находили». Повторил Джейс все с той же ухмылкой. «Так вы не смеялись над моим другом?» – спросила Лира, осторожно взглянув на Джейс. «Господи, нет, я бы хотел постричаться с драконом». Джейс вдохнул. «Единственный за все время нашей экспедиции оказался голограммой древних. Очень реалистичный, огнедышащий, вызвавший обрушение пещеры и проглотивший несколько блоков ЧС-4. Судя по отчетам, с другого конца лабиринта растяжения времени, но все же голограммой». «Что ж, тогда... Простите, я погорячилась. Вира подошла и обняла Джейса, а когда отпрянула, она одарила его улыбкой, совершенно по-собачьи размахивая хвостом. «И... мы немного отвлеклись от темы», – откашлялся Флойд. «Итак, кто хочет услышать историю, как мой двородный брат гнал самогон, а закончилось все тем, что он же камбар? Или как я повстречал индейскую ведьму-оборотня?» Флойд слегка вздрогнул. От воспоминаний по его спине пробежали мурашки. Кейденс глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Она знала, что сможет кристаллизовать параспрайтов было несложно. Вот только... Если что-то пойдет не по плану, Рой может запросто съесть их. Кейденс и двое охранников стояли на балконе и осматривали просторное помещение, высотой в несколько раз больше ее роста, куда люди ее направили. Она старалась не нервничать насчет того, что должно было произойти. По плану, параспрайтов должны были загнать в комнату через длинный коридор в дальней части, где они, предположительно, соберутся вокруг установленных там динамиков. Таким образом, они образуют кучу, в которую будет легко прицелиться. Некоторые возражали, что они могут лишиться в итоге динамиков, которых и так было не слишком много, но их быстро успокоили. Ее стражи выглядели непринужденно. Свое оружие, пистолеты, как она запомнила, они держали расслабленно перед собой, а лица не выражали никаких эмоций. Она пыталась выглядеть так же. В конце концов, если что-то пойдет не так, позади в нескольких шагах дверь, через которую они в любой момент могут отступить. «Нервничайте, принцесса!» Спросила женщина слева, заметив, как Кейденс оглядывается на дверь. «Слегка», призналась Кейденс, пытаясь вспомнить ее имя. Короткая грива, узкие глаза, бледная кожа, акцент похожий на няпонский. «Ким». За короткое время, что она провелась здесь, она узнала множество новых странных имен. И, конечно, нашивку с именем на форме Кейденс заметила уже после того, как вспомнила. «Именно вы предложили этот план», – продолжила Ким. «Просто немного волнуюсь», – заверила их Кейденс с нервным смешком. Она приняла самую величественную позу, изо всех сил стараясь скрыть дрожь. «Я сталкивался с вещами похуже, чем несколько параспрайтов». «Я сталкивался с репликаторами. Судя по всему, эти твари чертовски на них похожи», – признался второй охранник. Его звали Брайсон. Он перехватил свое оружие поудобнее. «Учитывая, что финальный счет шел на тысячи, я думаю, что есть о чем волноваться. Уверена, что справитесь, принцесса. Мы в городе корабли, они могут, не знаю, запечатать комнату и откачать отсюда воздух или что-то в этом духе». «Уверена». Кейденс, хоть еще и не научилась говорить так же убедительно, как тетушка Селестия, была уверена в себе. Хоть ее крылья и подрагивали. «Принцесса Кейденс, сержант Брайсон, лейтенант Ким, вы готовы?» Из рации раздался голос генерала Картер. «Мы готовы кнать их к вам». «Готовы», – без колебаний отозвалась Кейденс. «Подтверждаю», – добавил Брайсон. Лейтенант Ким тем временем достала сканер. «Мы на позиции, готовы действовать. «Скрестим пальцы», – сказала Картер. Кейденс глубоко вздохнула и подняла Рок. Коридор начал окрашиваться в голубоватый цвет. В тот же момент из динамиков раздались аккорды инструментальной музыки, и дверь открылась. Кейденс подождала, пока все параспрайты соберутся внутри, и выстрелила в них потоком энергии. Как только он их коснулся, пошла волна кристаллизации, и через считанные секунды весь Рой оказался заключен в кристалл цвета Индиго. «Что ж, все сработало». Рок Кейденс погас, и она улыбнулась. «Всех поймали?» Она взглянула на изумленных компаньонов, и не смогла сдержать смешок. «Полагаю, я еще не раз увижу такую реакцию». Брайсон смог лишь кивнуть, голос к нему вернулся чуть позже. «И вы еще нервничали». «Платоядные они или не плотоядные? Но я-то всего лишь бессмертная, а не неуязвимая». Кейденс закатила глаза и обернулась на параспрайтов, которые лишь удивленно смотрели по сторонам, не в состоянии пошевелиться. «Это все? Я никого не пропустила?» Она осторожно обошла кристалл, осматривая помещение. «Это все. По крайней мере, наши сенсоры больше ничего не улавливают». Передала аппарации Картер, и Кейденс наконец расслабилась. «Еще несколько тысяч и готово!» Истерично их хикнула Кейденс. «По крайней мере, это не Сомбра». Пробормотала она, вздрогнув. «Мы готовы направить к вам следующий рой». Снова заговорила Картер. «Скажите, как будете готовы?» Кейденс вдохнула и задержала дыхание. «Запускайте!» «Думаю, это и есть Шангрила!» Пробормотала Селестия под натиском непрестанной метели, которая пыталась сломить ее. К счастью, богине Солнца было несложно поддерживать комфортную температуру. Луне повезло меньше. «Я надеялась, что город окажется нетронутым!» Охмурилась Луна, глядя на тундру. Для неподготовленного взгляда перед ними не было ничего, кроме скоплений льдин в странной форме. Но, разумеется, сестры знали, что это не льдины, а строения, которые выше любого другого сооружения на этой планете. «Впечатление обманчиво!» Возразила Селестия, осматривая массивный шпиль в центре города. «Вполне возможно, что внутри он до сих пор пригоден для жизни!» «Возможно!» Луна напряглась и плотнее запахнула капюшон. «Как мы попадем внутрь?» Селестия ухмыльнулась. «Есть одна идея». Без лишних слов она расправила крылья и направилась прямо к центральному шпилю. Там она приземлилась, грациозно коснувшись копытами льда толщиной несколько метров. Это несколько осложнило ее план. «Ты же знаешь, как я ненавижу, когда ты не делишься своими планами!» Раздраженная Луна быстро приземлилась рядом с ней. «Луна, где была дверь?» Селестия рысила кругами, ощупывая лед. «Как будто я помню такие подробности!» Луна закатила глаза. «Ты можешь просто растопить всю крышу!» «Что ж...» Ухмыльнулась Селестия зажгла рог. Ее грива и хвост сменили цвет на темно-красный и оранжевый. «Поддадим жару?» Луна лишь простонала и приложила копыта к лбу. «Как скажешь, сестрица!» Луна расправила крылья и перелетела на крышу здания, стоящего по близости. «Скоро здесь будет очень жарко!» «Надеюсь, Квиденс жива!» Прошептала она, наблюдая, как Селестия разгорается, словно одинокий язык пламени в этой необъятной ледяной пустыне. КОНЕЦ! 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 КОНЕЦ!